Здравствуйте! Не нравится постковидное осложнение? Добро пожаловать на диспансеризацию. В поликлиниках Карачева-Черкесии принимают пациентов, переболевших ковидом. И фото сделают и отпечатки пальцев снимет. А в республиканском офисе МФЦ появилась криптокабина для оформления загранпаспорта. Нету ни площадок таких у нас, чтобы заниматься спортом. Отличная новость для жителей Узжигуты. В микрорайоне Московский будет построена умная спортплощадка. В поликлиниках Карачева-Черкесии вновь проходит углубленная диспансеризация пациентов, переболевших коронавирусом. Эта услуга входит в программу бесплатной медицинской помощи и адресована тем, кто хочет избежать обострения хронических болячек и различных неприятных осложнений, спровоцированных коронавирусом. Сколько человек уже прошли постковидную диспансеризацию в городской поликлинике Черкесском, расскажет Альвина Шаула. Для этих пациентов в городской поликлинике Черкесском утро начинается с осмотра врачей и забора анализов. Они сейчас проходят углубленную постковидную диспансеризацию. Неля Потербиева переболела ковидом в легкой форме, но после выздоровления у нее появилось множество осложнений. Переболела ковидом в 2020 году в легкой форме. Осложнения на суставы, волосы стали сильно выпадать. Как говорится, артериальное давление стало скакать туда-сюда, хотя я этим не страдала. Сахар тоже стал то понижаться, то повышаться. Но обращение в нашу городскую поликлинику, обслуживание очень хорошее. Особо хочется выделить наш персонал. Регистратура у нас очень хорошо слаженно работает. Углубленная постковидная диспансеризация стартовала в июле прошлого года. И за это время в городской поликлинике Черкеска через эту программу прошло полторы тысячи человек. В основном переболевшие ковидом жалуются на учащенное сердцебиение, одышку, утомляемость, суставные и мышечные боли. Некоторые пациенты испытывают трудности с психоэмоциональным состоянием. Постковидная диспансеризация проходит в два этапа. На первом пациенты сдают анализы, проверяют сатурацию, делают ЭКГ и прочие процедуры, которые помогут вовремя выявить обострение различных хронических недугов. По завершению первого этапа, если это необходимо, то лечащий доктор переводит пациента для уточнения предварительного диагноза на второй этап. На втором этапе мы можем предложить по назначению, конечно же, лечащего врача, это и компьютерную томографию лёгких, это и эхокардиографию, это у нас и исследование, ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей. Углублённую постковидную диспансеризацию можно пройти в поликлинике, за которой вы закреплены. Главное – не откладывать её на потом, чтобы не было мучительно больно. Будущее рядом. Если ещё совсем недавно наши дети стремились получить дипломы экономиста, бухгалтера или юриста, то сегодня в топе разработчики киберпродуктов и операторы роботизированных систем. И тут наша республика идёт в ногу со временем. Ведь совсем скоро в Черкесске откроется уже второй в регионе центр молодёжного инновационного творчества. Зачем и для кого его строят в сюжете Раймашен. Много дерева, много стекла, а значит и солнечного света. Так выглядит сегодня центр молодёжного инновационного творчества в Черкесске, строительство которого завершится уже в ближайшие месяцы. На сегодняшний день уже строительство завершается, уже 95% строительных работ выполнены. Планируем сдать объект до конца этого месяца. Также дополнительно будут проводиться работы по благоустройству прилегающей территории. Ориентировочная дата сдачи всего объекта – 1 марта 2022 года. Проект реализуется в рамках нацпроекта по поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы. Первый подобный проект в республике был открыт в прошлом году в Карачаевске. По сути, ЦМИД – это лаборатория цифрового производства, благодаря которой молодёжь получает доступ к новейшему оборудованию и образовательным курсам по программированию и 3D-моделированию, производству фото-видеоконтента и проектной деятельности. На первом этаже будет расположен гардероб, ресепшн и комнаты для занятия робототехникой. На втором этаже будет каворкинг-студия и кабинеты для занятия 3D-моделированием. А третий этаж будет открытая терраса, где можно будет проводить свободное время, отдыхать. В ближайшее время планируется уже начать завозить и устанавливать необходимую технику. Это 3D-принтеры, компьютерные столы, аппараты для занятия робототехникой. Уже ничего не препятствует для завоза соответствующей техники. Надеемся, в конце месяца уже начнутся эти работы тоже. Строительство проекта началось в марте прошлого года, и сейчас все черновые работы окончены. На данный момент мы ложим ламинат в кабинетах, мы выполняем внешнюю отделку фасада и занимаемся электрикой. Получается, уже устанавливаем розетки, светильники. Также еще у нас предстоит благоустройство прилежащей территории. Укладка тротуарной плитки, установка бордюров, установка скамеек, урн. А значит, уже совсем скоро в этом центре дети и подростки республики смогут реализовать свои самые фантастические инженерные и цифровые идеи. Раймешен Айвар Барануков, Архиз, 24. В минувшем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Карачао-Черкесии в нормативное состояние приведено более 40 километров дорог и два моста. В том числе и благодаря этой работе по итогам года в регионе удалось снизить общее количество ДТП на 22%. В текущем году будет продолжен капремонт автодороги «Майкоп-Карачаевск». Планируется привести в нормативное состояние ее 17-километровый участок. Также будет проведен капитальный ремонт еще одного 5-километрового участка трассы Черкес-Хабес-Подъезд-Камыцуар-Хыз и реконструкция моста через реку Джигута. Кроме прочего, в планах на этот год ремонт более 30 участков дорог общей протяженностью 15 километров в региональной столице городе Черкески. Всего же за минувшие 10 лет в Карачаево-Черкесии отремонтировано и реконструировано 760 километров федеральных, региональных и муниципальных дорог. И фото сделает и отпечатки пальцев с ними. А в республиканском офисе МФЦ появилась первая в республике криптокабина, предназначенная для самостоятельного снятия биометрических данных при оформлении заграничного паспорта нового поколения. Теперь, чтобы получить подобный документ, больше не обязательно ездить в управление миграционной службы. Пройти процедуру можно прямо в МФЦ. Как работает криптокабина, расскажет Дарья Назарова. С виду это обычная фотобудка, а на самом деле криптобиокабинет, где можно оформить загранпаспорт нового поколения, отсканировав с помощью голосового помощника свои биометрические данные, отпечатки пальцев и цифровое фото. Ну а в качестве еще одной подсказки тут встроен монитор с пошаговой инструкцией. Здесь сотрудник МФЦ выбирает себя, просит гражданина присесть и дальше там по регламенту гражданин сначала фотографируется, затем сканирует пальцы, собственно все на этом, процедура окончена. Сотрудник МФЦ подписывает этот пакет электронной подписью, пакет уходит в МВД, дальше обрабатывается, и гражданин через определенное время выдается заграничный паспорт нового поколения с его биометрическими показателями. Правда, чтобы попасть в криптокабину, для начала необходимо заполнить заявление в одном из окошек МФЦ, где специалист, обработав данные, выдаст вам штрих-код. Он-то и будет ключом к криптокабине. Пока новая услуга работает в тестовом режиме, но буквально через пару недель первый клиент сможет оформить здесь загранпаспорт нового поколения. Криптобиокабина, она в принципе работает полностью функционально, но подключение ее к единой системе МВД, это сложная процедура, которую мы, слава богу, уже прошли. Буквально в понедельник на этой неделе мы получили аттестацию ответствия всем требованиям по информационной безопасности и направили в МВД России обращение на включение ее в промышленную эксплуатацию и надеемся, что в ближайшую неделю-две мы уже примем первого заявителя. Цена такого загранпаспорта 5000 рублей. Это стоимость госпошлины, которую нужно будет заплатить здесь же, в МФЦ. Ну а готов документ будет через месяц, о чем заявителя оперативно оповестят. Нарина Зарова, Эйвар Барануков, Архиз-24. А в муниципалитетах республики продолжается подготовка школьных зданий к скорому капитальному ремонту. Напомним, что по поручению Рашида Тимрезова в регионе стартует капремонт сразу 23 школ, большинство из которых завершит свое капитальное преображение уже к 1 сентября. В одну из таких школ побывала наша съемочная группа. Еще несколько недель назад в этом здании шли уроки для 80 школьников. Сегодня кабинеты пусты, вся мебель вывезена, все готово к кардинальным изменениям. Школа села Привольное не видела капитального ремонта с самой сдачи в эксплуатацию. За 55 лет преподаватели, родители и бывшие выпускники, конечно, пытались освежить здание косметическими ремонтами. Но вопрос о более масштабных изменениях зрел уже давно. Мы хотим увидеть светлые просторные классы со всеми новейшими технологиями. Также мы очень нуждаемся в актовом зале, которого у нас нет. Хотим также, чтобы у нас были новые кабинеты для дополнительного образования, для изучения программы «Успех каждого ребенка». Это вот рядом со школой, между столовой и школой. Ну а пока здание Привольненской школы ожидает обновления, ученики не сидят дома. Их временно приютила школа села Ильичевское. Транспорт отвозит и привозит всех учеников без исключения. Несмотря на то, что ребятам приходится учиться во вторую смену, они не жалуются. Ведь это только до конца нынешнего учебного года. Ученики надеются, что в обновленном школьном здании будет больше возможностей не только для учебного процесса, но и вне классных занятий. В основном там, можно так сказать, ремонт нужен был именно спортзалу, потому что многие дети оттуда не выходили, многие занимались именно в этой сфере спортом. В этой школе Успех очень подходящий, можно так сказать. Я лично сам познакомился с многими ребятами, подружился с ними. И тут очень комфортно и уютно учиться. В школе Привольного большой упор делается на доп. занятия с учениками. Благодаря работе педагогов и самих ребят в копилке школы много наград республиканского и всероссийского уровня. Олимпиады, научные работы, готовиться к подобным состязаниям в новой школе ребятам будет вдвойне комфортно. Я обучаюсь в 11 классе и, к сожалению, в этом году я оканчиваю школу и не успеваю посетить в новых кабинетах. Другим же ребятам повезло больше. Их встретит новая, улучшенная школа. Им везет. Ведь в дальнейшем свое обучение они продолжат в новой школе. Я также мечтаю увидеть нашу прекрасную школу, большую и модернизированную школу. Напомним, что по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в этом году капитальный ремонт стартует в 23 школах республики. Выбраны те учреждения, которым ремонт необходим в первоочередном порядке. В школе села Привольного все работы планируют завершить уже к сентябрю этого года. Так что новый учебный год ребята встретят уже в обновленной школе. Алина Гидиева, Роман Нагаев, Архыз, 24. В рамках реализации нацпроекта образования в Карачаево-Черкесии откроется шесть современных учебных мастерских по различным направлениям. Колледж индустрии питания, туризма и сервиса в Черкесии получил грант, благодаря которому уже в этом году на его базе планируется открытие двух мастерских по поварскому и кондитерскому делу, которые будут использоваться не только для приобретения практических знаний студентами, но и как база для проведения чемпионатов регионального мастерства и дополнительных курсов переподготовки мастеров производственного обучения. Безусловно, мы очень рады этой возможности и создание этих мастерских дает очень много возможностей и студентам, и мастерам, преподавателям возможности идти в ногу со временем, использовать самые-самые современные оборудования для отработки навыков, умений студентов. Отличная новость для жителей Усть-Джигуты. По инициативе «Единая Россия» в этом году в микрорайоне Московский будет построена модульная спортивная площадка. Это первая умная спортплощадка в Карачао-Черкесии, на которой будут мини-футбольное поле, беговые дорожки, тренажеры, универсальный комплекс для игр в волейбол и баскетбол, плюс трибуны для зрителей. Подробности в нашем сюжете. Ни для кого не секрет, что спорт – это жизнь. Еще с советских времен этот слоган звучит буквально из каждого утюга. Что зачастую мешает людям вести здоровый образ жизни, так это отсутствие элементарной спортивной площадки. С такой проблемой много лет жили и жители микрорайона Московский. Но это в прошлом, ведь совсем скоро, а точнее уже в этом году, здесь планируют построить умную модульную спортивную площадку. Очень давно уже жители этого поселка обращаются с просьбой установить какой-либо спортивный объект здесь в поселке Московском. Мы по согласованию с районом, по их рекомендациям, они предложили нам именно вот это место, где мы сейчас находимся. Место, в принципе, хорошее. Здесь рядом жилые дома. Наша цель, чтобы подобного рода площадки находились вблизи с домами, чтобы это было недалеко, чтобы люди могли, там была шаговая доступность, люди могли без проблем выйти из своих домов, заниматься физической культурой и спортом, поправлять свое здоровье, а также проводить активно свое свободное время. Умар Салпагаров живет в поселке уже много лет и весьма обеспокоен отсутствием спортивной площадки в его родном микрорайоне Московский. Молодой человек подчеркнул, что тут живет немало людей, занимающихся спортом, а элементарных условий для них не создано. А еще он уверен, что теперь сюда будут съезжаться ребята со всего Чугутинского района. Это играет немаловажную роль, потому что нету ни площадок таких у нас, чтобы заниматься спортом ни пожилым людям, ни среднему возрасту, ни молодым детям. Будет очень хорошо, если это все будет. Это будет очень удобная современная спортивная площадка, которая помимо футбольного поля будет включать беговые дорожки с полиуретановым покрытием, универсальный игровой комплекс для игры в волейбол и баскетбол, площадку с уличными тренажерами и даже трибуны для зрителей. Это, безусловно, большой прорыв не только для поселка, но и для всего из Чугутинского района. Здесь очень много людей, занимающихся спортом. Особенно активно занимаются футболом. Есть футбольная команда. А здесь строительство такого поля с искусственным покрытием. Здесь будет дренажная система. То есть это поле, которое будет действовать фактически круглогодично. И для любителей спорта это, конечно, очень большое значение имеет. Следует отметить, что это будет первая умная спортивная площадка в Карачаево-Черкесии, но далеко не последняя. В ближайшем будущем планируется увеличить их число. Гульмира Лайпанова, Назир Капушев, Архэс, 24. Ровесники республики. В этом году Карачаево-Черкесия отмечает свой 100-летний юбилей. И буквально бок о бок с нами еще живут люди, которых по праву можно назвать свидетелями развития и становления нашей малой родины. 95-й день рождения отметила накануне жительница поселка Ударный, труженица тыла Анна Ивановна Тимофеева, в гостях у которой побывала моя коллега Айгуль Баранукова. В войну тяжело было всем – мужчинам на фронте, женщинам и детям в тылу. Уроженки станицы Воровской леской Ставропольского края Анне Тимофеевой, когда началась война, едва исполнилось 14 лет. На этом ее детство окончилось. Со своими сверстниками девочка начала работать в колхозе. В школу ходило 6 классов полных, а я окончила, а седьмой закончить война уже помешала. Уже была война, уже сразу пошли на работу. К нам приехал с района человек, в школе нас собрал и сказал, вот война, мужчин забирают на фронт, а вы должны помогать. И мы пошли в колхоз работать. После окончания войны в стране полная разруха и голод. Трудясь героически и самоотверженно, как и большинство советских людей, Анна Ивановна мечтала о повышении благосостояния. Большую часть своей жизни проживает в Ударном. Очень сильно полюбила Карачаево-Черкесию, также внесла большую лепту в развитие сельского хозяйства региона. Желаю, конечно, чтобы было все мирно. Не дай Бог, эта война, Боже, сохрани. Как его сделать, чтобы ей не было? Я не знаю, как можно. Молодежи надо, молодежи надо не влазить куда зря. Берегите этот мир, чтобы он был Боже, сохрани его. Анна Ивановна прожила богатую событиями, добрыми делами жизнь. В свои 95 лет именинница очень общительна и гостеприимна. На вопрос о том, в чем секрет ее долголетия, женщина отвечает – в любви к труду и близким. Такая у нее жизнь была тяжелая. Она не озлобилась, не стала черствой, жестокой. С детства мы, как дети, чувствовали с ее стороны только заботу, любовь, внимание. Никогда не отказывала в помощи ни своим, ни чужим. Всегда помогала, где добрым словом, где какая была возможность. Всегда бабушка держала хозяйство, и этот вкус парного молока мы, например, помним с детства. Поэтому мы ее очень любим, ценим. Она действительно в нынешнее время является предметом для подражания. Именно у таких людей другого поколения закалки и принципов каждому из нас необходимо учиться целеустремленности, сплоченности, мужеству, самоотверженности. Айгуль Баранукова, Айвар Барануков, Архиз-24. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем, все новости Республики вы также можете узнать на нашем официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях. Подпишитесь, чтобы всегда быть в курсе событий. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин